Я не знаю, когда я вдруг понял, что богат. Я не хочу демонстрировать какую-то ложную скромность, но хочу сказать, что тот, кто хочет сделать по-настоящему большие деньги, не должен считать прибыль. Просто работайте, и результат появится сам. Александр Гудзаватый, пятый в списке богатейших людей Польши. Если ты не честен с собой, ты не можешь быть честен с остальными. Искренность с остальными основами. Откровенность с самим собой делает тебя честным с твоими поставщиками, твоим персоналом и клиентами. Ты не можешь продать некачественную продукцию, иначе рано или поздно потеряешь лицо. Я не просыпаюсь каждое утро со словами «Боже, я так богат, что могу купить то, это». Мои первые мысли – а что мне создать сегодня? Как только я решил заняться чем-то, что считал правильным, я сразу достиг успеха. Найти работу было непросто. У меня было то ли 500 долларов, то ли 500 фунтов. Что-то я пытался торговать чем-то. Я торговал обувью, книгами. Перепробовал многое. Даже занимался частным извозом по ночам, чтобы как-то поддержать семью. Но у Лебедева уникальные отношения со своим колоссальным состоянием. Я как-то это не ощущаю на персональном уровне. Я считаю деньги инструментом, с помощью которого можно изменить что-то к лучшему. Не для себя. Музыкальный салон. Музыкальный салон. У меня слишком много комнат. Мне достаточно одной. Я и в гостиницах не люблю апартаменты. Приходится тратить время, чтобы переместиться из одного места в другое. Время – это ценность. Я не люблю большие дома. Они отнимают время. Безусловно, в этом есть некая доля удачи и случайных совпадений. Но я считаю, что удача скорее приходит к уверенным в себе, упорным, трудолюбивым, способным противостоять трудностям, нежели к тем, кто лежит и ничего не делает. Так не бывает. Кельвин всегда помнит о своем происхождении. Я родился и вырос в Канаде, на маленькой ферме среди свиней и кур. Каждое утро я просыпался на час раньше городских мальчишек, чтобы накормить домашний скот, убраться во дворе. Часто я приходил в школу в испачканных навозом ботинках, что вызывало насмешки. Моя семья была бедной. Отец всегда говорил мне, что самое главное достижение в жизни – это собственное дело. Даже неважно, приносит оно доход или нет. Человек должен стать хозяином своей судьбы. С юных лет я был готов к тому, чтобы работать только на себя. Благодаря своему успеху Кельвин приобрел богатых, известных и влиятельных друзей. Его рост – метр девяносто, вес – девяносто два килограмма. Чтобы стать успешным бизнесменом, необходимо уметь рисковать. Некоторые ужасно боятся проиграть. И вот в чем парадокс. На свете полным-полно людей, которые гораздо умнее меня. В их головах таятся грандиозные планы. Но они страшно боятся брать на себя ответственность. Боятся рисковать. Жаку захотелось роскошной жизни. Он понял, что надо открывать свое собственное дело. Согласитесь, что ты никогда не будешь получать больше своего босса. Рано или поздно вы достигнете своего предела, когда не сможете зарабатывать больше определенной суммы. И поэтому я принял мужественное решение заняться своим бизнесом. Меня никогда не пугала нищета. Никогда не боялся потерять все и начинать сначала. Нужно прожить жизнь с духовным принципом, что ничего с собой не возьмешь. Деньги важны, особенно когда их нет. Это необходимая база. Деньги позволяют нам многое делать и много думать. Деньги – это очень важно. Для того, чтобы быть успешным человеком, требуется упорство. Определив цель, надо двигаться к ней, преодолевая возникающие препятствия. Люди, которые думают, что деньги не имеют значения, живут во лжи. Деньги очень важны. Благодаря им вы можете стать тем, кем захотите. Нет ничего невозможного. Нужно только мечтать о достаточно большом. Нужно масштабно мыслить. Когда мечтаешь о достаточно большом, даже малая часть его оказывается огромной. Деньги – это еще не гарантия счастья. Деньги помогают. Деньги – это инструмент. Это инструмент, которым надо пользоваться. Деньги могут что-то добавить к процессу вретения счастья, но это определенно не главный его компонент. Если завтра я потеряю свое богатство, то проснусь на следующий день и начну все сначала. Я не буду оглядываться назад, просто буду верить и много работать. Как ни странно это звучит, я буду, наверное, самым энергичным человеком, потому что буду чувствовать, что мне брошен вызов, и я снова должен победить. Дело не в деньгах, поверьте мне, а в проблеме, которую ты решаешь. Представляете, спустя 10 лет можно сказать, я сделал это.